В Ульяновске состоялось важное событие для развития региона. Ежеквартальное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Встреча прошла в УГТУ, где собрала представителей власти, профсоюзов и работодателей. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских открыл заседание, отметив важность взаимодействия всех сторон в вопросах регулирования труда и занятости. Обращаю внимание, что деятельность комиссии носит между ведомственных характер. Я прошу активнее включиться в эту работу, а также ускорить работу по заключению соглашения об индексации заработной платы. Ключевыми вопросами на этот раз стали кадровая потребность региона, участие Ульяновского государственного технического университета в государственной программе «Приоритет-2030» также затронули тему теневой занятости и заработной платы. На сегодняшний день я могу сказать, что уже с 2024 года заключено тысячу соглашений об индексации заработной платы. Но результат достаточно весомый. А под каждые тысячи соглашений с работодателями стоят живые люди. Там общее количество уже за пределами 200 тысяч человек. Запуск новых образовательных проектов и программ, таких как «Приоритет-2030» открывает новые возможности для студентов и молодых специалистов, обеспечивая им качественное образование и перспективы трудоустройства. УГТУ является главной кузницей промышленных кадров региона и активно взаимодействует с работодателями. В настоящий момент времени мы выполняем общие проекты. В частности, например, наш университет – участник программы «Приоритет-2030», о чем сегодня я доложу всем нашим индустриальным партнерам. И многие из них уже вошли с нами в консорциумы для того, чтобы такие проекты выполнять. Это проекты и по новым видам композитной технологической оснастки, и по промышленному искусственному интеллекту. И мы очень благодарны нашим партнерам, что они вовлекаются и в пропаганду инженерного дела, и в подготовку школьников. Подобная межведомственная работа способствует улучшению условий труда, снижению уровня безработицы и повышению качества жизни в регионе. В завершении встречи были подведены итоги конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ. Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.